МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. От А до Б с помощью приложения. Разобраться с новыми транспортными маршрутами поможет мобильный сервис. Опора государства. В Чувашии подвели итоги конкурса «Семья года-2018». Допуск ЕГЭ. Его получат выпускники, успешно написавшие итоговое школьное сочинение. Чебоксарскому аэропорту присвоят имя Андриана Николаева. Завершилось финальное голосование по выбору выдающихся людей, чьи имена будут носить воздушные гавани 47 российских городов. Космонавт номер 3 обошел офтальмолога Святослава Федорова и просветителя Ивана Яковлева. Андриан Николаев – уроженец села Шоршилы, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. За него отдали свои голоса 62% респондентов. Сегодня в республике вспоминали о важном дне в истории страны. Исполнилось 25 лет ныне действующей Конституции. К этой дате приурочили праздничный концерт. Главными героями торжества стали юристы. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Это специальный экземпляр текста Конституции России. Именно на нем приносит присягу президент. В соответствии с частью первой статьи 82 Конституции Российской Федерации при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, утвержденную Конституцией Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Сейчас в Конституции приведено 137 статей, которые определяют права россиян. Основной закон был принят по итогам всенародного референдума 12 декабря. Россия, Россия, сливится во властье. Береги свои силы, уже слез твои хватит. Конституцию могли принять и раньше, но разногласия исполнительной и законодательной властей по ряду статей затормозила важный процесс. Точку поставил референдум. За новый основополагающий документ проголосовали 58% россиян. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Об этом вы говорите, об этом говорят государственные деятели. А так люди доверяют нам всем, органам власти, с учетом того, что нормы Конституции соблюдаются на территории республики, права и законные интересы граждан тоже соблюдаются. Даже наши вооруженцы участвовали в разработке нормальной, хорошей Конституции, которой практически на несколько веков хватит нашим поколениям. Гарантами Конституции выступают юристы. Служителей закона глава региона поздравил с прошедшим праздником. Михаил Игнатьев отметил, что эта профессия остается востребованной. Спрос на квалифицированных специалистов в республике растет. В органах прокуратуры, безопасности, министерства внутренних дел, юстиции, судебной власти, в органах вообще государственной власти, в органах местного самоуправления служат высокопрофессиональные юристы, которые с честью выполняют возложенные обязанности. Труд юриста оказывает значительное влияние на процессы, происходящие в экономике, в социальной жизни, потому что без нормальной законодательной базы невозможно развивать вообще реальный сектор экономики. В республике реализуют и программы по повышению правовой грамотности и оказанию бесплатной юридической помощи. Чаще всего жители региона обращаются за поддержкой возмещения вреда, восстановления земельных и имущественных прав, а также взыскания долгов. Сегодня реализуется в республике также проект юриста населению, одной из основной целей которой это оказание правовой помощи гражданам, особенно на селе, в жизненно важных вопросах. Нотариусам, судьям и адвокатам глава региона вручил госнаграды, а министру юстиции медаль ордена за заслуги перед республикой. Финалисты всероссийского конкурса, приуроченного к 25-летию Конституции, сегодня получили свой главный документ – паспорт гражданина России. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Разгрузка основных магистралей Чебоксар, снижение заторов на дорогах и, главное, обеспечение безопасности пассажиров и водителей. Такие задачи должна решить транспортная реформа. Уже пять дней столица живет по новому расписанию движения. Для того, чтобы сориентировать пассажиров, открыта горячая линия. А еще время прибытия и маршрут нужного автобуса можно узнать с помощью мобильного приложения «Умный транспорт». Все новое, конечно, поначалу настораживает. Но реформа транспортной системы Чебоксар была необходима. Изменения вполне логичные. Во-первых, на улицах города наравне с привычными маршрутами уже начали курсировать новые автобусы – большой и средней вместимости – с марками «ЛиАЗ», «МАЗ», «ПАЗ». Во-вторых, увеличилось количество транспортных единиц на востребованных маршрутах. На чем собираетесь ехать? На тройке, на автобусе. Часто ходят? Ну, они ходят. Тройке-то бегают, вон, друг за дружкой вроде бы. Но в основном мы на тридцатке ездим. Удобно? Знаете, куда на чем поехать? Я-то знаю. А тем, кто еще не сориентировался в новой схеме маршрутов, поможет мобильное приложение «Умный транспорт». Правда, не все о нем пока знают. Вы слышали что-нибудь про приложение «Умный транспорт»? Я не знаю, но так по-дурацки сделали маршрут 30-й через Энгельс. Там никто туда не ездит. Ездили по Ленина очень хорошо и в больницу, особенно старикам. В больницу идти невозможно стало. Вот и все. А остальное вроде бы пока ничего. Ну, то, что пустили автобусы, я за. Движение не только автобусов, но и троллейбусов, а также маршрутных такси легко отследить в режиме онлайн по карте «Умного приложения». Карманный друг легко и просто объяснит, как добраться до пункта назначения. Мы сейчас едем на автобусе номер 3. Здесь указан радиус, где мы находимся, да? И показывается вот маршрут номер 3, куда он следует. Вот фиолетовым обозначена дорога, куда он следует. Глаза разбегаются просто, если честно, когда ты смотришь на все эти цифры. И когда вот ты видишь тройку, потом фиолетовый, но очень достаточно много времени занимает разобраться, если честно. А особенно если человек пожилой, например. А у нас большинство людей пожилые, общественным транспортом пользуются. Впрочем, специально для таких случаев есть замечательная удобная вещь – фильтр. Если выбрать постоянно используемый маршрут, цифр на дисплее и путаницы станет намного меньше. Мы попробовали. Реально удобно. Из точки А в точку Б доехать без лишних раздумий. Возможно. Лучший помощник в этом – скачанное приложение «Умный транспорт». Например, мне нужно с остановки Мичмана Павлова доехать до центра. Например, на троллейбусе номер 4. Сориентировались, где мы находимся. Кстати, он за моей спиной. По такому принципу можно узнать о движении любого транспортного средства. При этом сэкономить не только время, но и нервы. Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Сотрудники Чебоксарского отдела ГИБДД провели рейд по столичным парковкам. Кто действительно паркуется под знаком для инвалидов, узнавала наша съемочная группа. Припарковались на месте для инвалидов, а желтого знака на автомобиле нет? Тогда ищите машину на штрафстоянке. По закону, если появляется владелец, эвакуацию прекращают. Водитель должен предъявить справку или удостоверение об инвалидности. Если таких документов нет, выписывают штраф 5000 рублей. С начала года зафиксировано более 500 таких случаев. Данные парковочные места предназначены для парковки автомашин, которыми управляют инвалиды 1, 2 и 3 групп. А также для автомобилей, которые транспортируют людей с инвалидностью данных групп, либо инвалидов детей. Наклейка на машине должна быть обязательно. Он у меня стоял, знак стоял, я подал на переоформление, а этот снял так, как сказали, что знак этот выдается нового формата. Машина должна быть, соответственно, оборудована. Пока идет у нас переходный период, надо все равно обозначать. Ну, повешу тогда. Повесите, пожалуйста. Да, хорошо. Получить желтый знак можно в Главном бюро медико-социальной экспертизы. С собой нужно взять паспорт, удостоверение и справку об инвалидности. Да, вот я сегодня пришел в легистратуру для получения инвалидного самого знака. Написал заявление. Ну, в течение 15-20 минут мне быстро все оформили, сделали. Я очень доволен. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Семья года 2018. Итоги этого конкурса подвели сегодня в Чубаксарах. Секреты семейного счастья узнавала Ольга Пырочкина. На съемках с большими семьями всегда непросто. Во время интервью они не умещаются все вместе в кадр. У Ананивых шесть детей. Анатолий и Марина познакомились, когда еще были подростками. Помните, как познакомились с супругой? Я спортом занимался активно. Мне было 14 лет полно. Жене было 13. Я пошел в физкультурный диспансер проходить медосмотр перед соревнованиями. Там легкоатлеты проходили медосмотр. Я боксом занимался. Увидел девушку, которая мне понравилась. Посмотрел ее адрес и через неделю пришел к ней в гости. И до сих пор мы вместе. Понравился он сразу мне. И сразу хотели большую семью. После интервью Ананивы фотографируются с победителями прошлого года, семьей Львовых. И еще не знают, что через несколько минут и сами выйдут на сцену в звании. Семья года 2018. С детства каждый ребенок в этой многодетной семье знает, что он не один и что родные поддержат его в любой ситуации. Конкурс проводится в Чувашии с 2004 года. За этот период в конкурсе приняли участие более 2,5 тысяч семей. В этом году 156 семей со всех муниципальных образований. Глава Чувашии Михаил Игнатьев внес в Государственный Совет Республики законопроект об учреждении специальной награды. Почетного знака «Материнская слава». Его будут вручать женщинам, которые воспитывают троих и более своих и приемных детей. Семейные традиции составляют основу культуры любого народа. На них ориентируются новые поколения. Поэтому так важно распространять положительный опыт семейных династий, что ведут здоровый образ жизни, развивают увлечения и таланты членов семьи, готовят своих детей к самореализации. Это очень важно. Победители определяли и в номинациях. Самая дружная семья, самая спортивная, самая трудолюбивая. Все они разные, но, как писал классик, счастливы одинаково. Семья должна быть семьей, дружной, светлой. Семейная традиция у нас самая обычная. Папа любит с детьми кататься на велосипедах летом, кататься на коньках зимой. Теперь мы еще катаемся на ватрушках. Нам всей семье ватрушки подарили, нас весело. Ну и семейная традиция – это беречь тепло семьи, семейного очага. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Ожидание, волнение, ответственность. Более 5000 выпускников Чувашии сегодня писали итоговое сочинение. Его результаты станут допуском к единому государственному экзамену. Отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло, доброта и жестокость. Своё видение, темы, размышления по этому поводу 11-классники отразили в работах. Время на сочинение – 3 часа 55 минут. Условия проведения такие же, как на ЕГЭ. С собой можно взять только паспорт, ручку, воду и шоколадку. Никаких телефонов, справочников и других источников информации. В аудиториях – видеонаблюдение. Операторы в кабинете, конечно, не являются учителями литературы. Сегодня в лице вообще нет учителей литературы русского языка. Ребята, естественно, самостоятельно пишут данную работу. Оценки за сочинение ставить не будут. Только зачёт или не зачёт. Я думаю, что, как и в прошлом году, дети Чувашской республики покажут хорошие результаты. Поскольку темы были известны, основные направления темы были известны уже заранее. И наши учителя-педагоги, преодолевые русского языка, отработали с выпускниками этого года. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могли выбрать вместо сочинения изложение. И время выполнения работы для них продлилось ещё на полтора часа. В Чувашии этим правом воспользовались 9 выпускников. Итоговое сочинение написали и два выпускника прошлых лет. Результаты им нужны, чтобы сдать ЕГЭ уже непосредственно в вузах. Те ребята, которые сегодня не писали итоговую работу или получили не зачёт, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Валерий Редюков, Республика. Проекты по развитию общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, реализуются во многих деревнях и сёлах республики. Жители сами решают, что в первую очередь надо благоустроить. Мои коллеги побывали в Канажском и Янтиковском районах и увидели, что изменилось там благодаря программе инициативного бюджетирования. В деревне Сугайкосы Канажского района открыли две дошкольных группы. В ней очень нуждались жители. Так что двухлетняя Софья Михайлова теперь под присмотром воспитателей. Открылась новая группа как раз в сентябре. И вообще очень рада, что в нашей деревне появилась дополнительная возможность и рабочих мест, и то, что дети у нас не уезжают куда-то далеко, а остаются здесь же. Располагаются они в здании школы. На реконструкцию потратили около миллиона рублей. 600 тысяч выделили из республиканского бюджета, 300 тысяч из районного и 100 тысяч рублей собрали сами жители. Все вместе мы как бы решили выбрать этот проект, потому что он был у нас очень востребован. Родителям приходилось своих детей везти в город Канаж, в детский садик. И после этого они уже в школу не возвращались, оставались в школах там же. Поэтому возникала проблема, что в школе детей стало все меньше и меньше, а закрытие школы скоро мог настигнуть такой вопрос. Теперь вопрос так не стоит. Рождаемость в деревне увеличилась. С появлением групп родители вздохнули с облегчением. Есть куда определить ребенка. Эти две группы у нас на настоящий момент могут принимать 40 детей. На сегодня туда ходят 33 ребенка. Это в младшей группе 15 детей и в старшей группе 18 детей. То есть у нас, если кто-то, например, пожелает, у нас дополнительные места на сегодняшний день имеются. Вообще жители в Сугайкосах очень активные. В прошлом году в рамках этой программы отремонтировали крышу в клубе. В следующем планируют обустроить здесь же второй этаж. Реализации ждут еще 10 проектов по ремонту дорог, строительству моста и другие. В соседнем районе Янтиковском инициативных жителей тоже немало. В Яншихово-Нарважском сельском поселении капитально отремонтировали детский сад. Впервые за долгое время. В течение 30 лет никаких ремонтных работ произведено не было. Садик находился в плачевном состоянии. И чтобы дети воспитывались в благоприятных условиях, мы выбрали садик. На территории Янтиковского района 10 сельских поселений. Все они активно включились в программу по инициативному бюджетированию. Заявки принимаются до 13 декабря. Так что еще можно успеть войти в программу 2019 года. С прошлого года мы начали участвовать в конкурсе по инициативному бюджетированию. В прошлом году у нас 4 проекта выставлены были сельскими поселениями и все победили. В основном социальные объекты. Ремонтировали детские сады. Три детских сада отремонтировали. Также другие были объекты. В этом году всего у нас 6 объектов. Участвуют 6 сельских поселений. Всего выполнены на 12 миллионов по инициативному бюджетированию. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Рязюков. Республика. О детских мечтах, дружбе и любви. Под занавес уходящего года Чувашский государственный театр «Кукол» подарил своим зрителям две новые постановки. Про Карлсона, который живет на крыше и проказничает опять. И пьесу «Снежок». На премьере первой побывала и наша съемочная группа. История про дружбу обыкновенного мальчика и неугомонного выдумщика и фантазера, не существующего в реальной жизни. Хорошо известный детям и взрослым. Невоспитанный, в меру упитанный специалист по паровым машинам всегда весел, полон фантазии и выдумок. Малыши Карлсон попадают в самые невероятные истории. И самое главное, помогают друг другу спастись от одиночества. Сказка о мечте. О том, что если тебе очень грустно, то в твое распахнутое окно обязательно прилетит Карлсон. Главное верить, не унывать и всегда быть готовым к приключениям. Она же упадет! Спектакль «Карлсон», который живет на крыше и проказничает опять, наши кукольники смогли поставить благодаря активной федеральной поддержке детских театров. До этого в театре в рамках проекта «Культура малой родины» выпустили спектакли «Му-му» Ивана Тургенева, 200-летие у русского классика, и сказку о рыбаке и рыбке Александра Пушкина. Галина Титарчук, Валерий Резюков, «Республика». Мечты должны исполняться, особенно у детей. Ведь именно в этом возрасте ожидаешь чудес и ярких праздников. Мелания Алексеева всегда мечтала сняться в программе «Яролаш». Вместе со старшим братом она пересмотрела все выпуски любимого киножурнала и представляла, как было бы здорово попасть на съемочную площадку. Ее мечта сбылась. Я сегодня снимал «Яролаш». И как тебе понравилось? Да, моя мечта сбылась. Мне нравится «Яролаш» тем, что он очень смешной, и там всякие шуточки. Маленькой Мелании досталась роль ученицы младших классов. Несмотря на то, что эпизод был коротким, съемки длились долго. Один и тот же кадр снимали с разных ракурсов и в несколько дублей. Мелания легко вжилась в роль и прекрасно справилась со своей задачей. Сегодняшний день, наверное, для Мелании действительно очень важный, потому что сбылась ее мечта. Она очень хотела попасть в «Яролаш». Мы очень благодарны вашему проекту за ту поддержку, за то внимание, которым вы окружили. Было очень трогательно, конечно, волнительно, как будто я прямо сама там была. Для таких детей, конечно же, очень важна любая положительная эмоция, потому что от этого зависит их выздоровление. Сыграй сейчас, знаешь что? Что ты как будто бы растерялась. Проект «Мечтай со мной» входит в платформу «Россия – страна возможностей». В год добровольца волонтеры по всей стране устраивают такие праздники для тяжелобольных детей и пожилых людей. Юлия Важенина, «Республика». В столице Чувашии чествовали спортсменов и тренеров команды футбольного клуба «Химик Август». Напомню, вурнарская команда одержала историческую для нашего региона победу в финале первенства страны по футболу в третьем дивизионе. Ну а сейчас самое главное – удар Шалдина. Нет, это невероятно! Ну каков вратарь! Вы чемпионы! Вы чемпионы «Химик Август»! Поселок Вурнары, Чувашия! 3-2 в серии после матчевых пенальти побеждает вурнарский «Химик». Качают главного героя матча вратаря Виталия Астахова и главного тренера Александра Ешкина. Под его руководством команда штурмом взяла в начале Суперкубок Чувашии, затем отважно стартовала в любительской футбольной лиге, став лучшей среди 12 команд при Волжье. А затем выиграла и всероссийский финал. И это при том, что состав команды для ЛФЛ утвердили в феврале. В него вошли вурнарские футболисты, чебоксарские, казанские, спортсмены из набережных Челнов, Тольятти, Сызрани, Ульяновска. Так получилось, что заслуга тренеров и команды, они за короткое время, период проведения сборов с февраля по апрель, так сдружились, так стали показывать командную игру. И это стало большой упорный труд, стало залогом больших успехов в сезоне 2018 года. Этот футбольный сезон стал историческим не только для вурнар, но и для всей Чувашии. Впервые команда, представляющая регион, выиграла Кубок при Волжье и стала победителем первенства России по футболу в третьем дивизионе, обыграв восемь сильнейших команд страны. Действительно, команды были по силам все равны примерно, но были команды, которые действительно, в которых были выдающиеся футболисты, не только которые прошли уровень, примерники, но даже были игроки, которые защищали сверхнациональные сборки России. Поэтому здесь, наверное, вдвойне почетно, что вот эти ребята обыграли всех, завоевали первое место, завоевали золотые медали, и теперь они знают вся страна. Сейчас футболисты принимают поздравления и отдыхают. Тренировочные сборы и подготовка к сезону 2019 начнутся в середине февраля. Кроме участия в первенстве России среди любительских команд, спортсмены планируют заявиться и на Кубок страны, где будут футбольные матчи и с профессионалами. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. В путешествие от Абхазии до Камчатки можно отправиться, не выезжая из города. В Чебоксарах продолжается гастрономический тур выставки-ярмарки, где собраны лучшие продукты со всей России и из-за рубежа. Я сюда пришла повторно. Первый раз была на открытии выставки. Я уже сейчас готовлюсь к Новому году. Купила икру. Ее можно хранить до Нового года. Попробовала домашнюю вырезку, лопатку. Домашнюю очень вкусную. Понравилась. Я взяла. Тоже на Новый год. Вот я сейчас купила косулю мясо. Очень вкусное. Но домашние сушки, именно вот такое, какое должно быть мясо, очень приятное. И соль, и специи. Все в очень норме. Выбор действительно огромный. Здесь море мясных деликатесов, которых не найдешь в обычном магазине. Для вас мы привезли самые элитные деликатесы с Северного Кавказа, из Кубани, из Белоруссии. У нас есть шикарная телятинка, у нас есть косуля в чесночной пасте. Очень полезнейшее мясо, которое можно употреблять для человека. Есть зайчик с фазуном. Это диетический деликатес мясной. Также у нас представлен здесь кабанчик в гранатовом соке. Для любителей добавить остроты в жизнь, абхазские специи и приправы собственного производства. Соусы ткемали из элычи, красные и зеленые аджики и из лучших сортов горького перца. Я, конечно, в предчувствии Нового года пришла сюда, чтобы купить грузинские и абхазские пряности. Выбор великолепный. Обслуживание отличное. Чувствуется грузинское великодушие, лукавость, острота, ум. И все это непривычно увидеть просто на ярмарке. Сегодня я получила пенсию и решила растранжирить на то, что я люблю и что понравится моим гостям. Это, конечно, кубанские деликатесы, особенно вырезка, ветчина, домашняя колбаса, великолепно. И это, конечно, рыба Камчатки. Неповторимая кижучья икра, неповторимая пикша, горбушек. Да, в общем-то, все не перечислишь. Но я всем советую, если хотите угодить гостям, любым, если хотите подарить праздник родным, приходите сюда. Но это далеко не все, что можно найти, изучая особенности национальных вкусов. Организаторы советуют поторопиться. До завершения ярмарки остались считанные дни. До 8 декабря ярмарка будет работать в МТВ-центре на пятом этаже.